Всем привет! Меня зовут Алена. Вы на канале КазевоАрт. В этом видео я покажу как нарисовать влюбленных львов карандашом. Это будет первая часть. Здесь я покажу как рисовать построение. Первым делом мне нужно разделить лист на четыре части. Для этого я провожу вертикальную и горизонтальную линию по намеченным точкам. Теперь от точки соприкосновения двух линий я отмеряю несколько отрезков по 3 сантиметра. В идеале мне нужно нарисовать прямоугольник разделенный на отрезки. Получилось пять раз, да? Раз, два, три, четыре, да? Пять раз получилось. И сверху я отмерю также по 3 сантиметра, но не так много. По 3 сантиметра я отмерю три раза и последнее будет на 6 сантиметров. И черчу линией. Далее верхнюю часть я также разделяю на пополам. Это по полтора сантиметра получилось с каждой стороны. И сейчас буду намечать голову львицы. В этом месте у нее будет ухо. Ухо небольшое. Оно примерно помещается в весь этот квадрат. Чуть выше еще возьму расстояние, но немного. Далее рисую зелоб. Провожу вдоль первой линии. Линию лба. Ставлю точку вот в этом месте. Провожу вот такую вертикальную линию. И мне нужно их соединить. Это будет горбинка носа. Переносится, да? В простонавании. Здесь у нее будет нос. В данный момент я рисую все схематично. В конце уже можно будет перерисовать детали. Рисую ей гордочку. Здесь внизу будет у нее нижняя челюсть. Она достаточно объемная у львицы, поэтому их очень хорошо видно. Делю пополам отрезок и рисую щечку. Откуда, собственно, растут волоски и усики. Линию подбородка я довожу до селенины от этого отрезка. И вниз провожу линию горла, шеи. От носа мне нужно провести вот такую линию. Она будет параллельно переносится. И в конце этой линии будет глаз. Глаз я также довожу. Он будет чуть выше вот этой середины квадрата. Глаз особо не увожу. Просто схематично нарисую пока вот такой овальчик маленький. Снизу довожу ей этот, как он называется, типа нижнее веко. И соединяю. Получается, типа, такой треугольничек, что ли. Далее нужно нарисовать шею еще возле уха. И, собственно, львица готова. Теперь осталось нарисовать льва. Я, кстати, по времени смотрю. За 4 минуты, да? Круто. Так быстро я еще не рисовала. Разделяю вот этот вот квадратик напополам. Сейчас буду рисовать самого льва. Просто следите за линиями, куда я их направляю. В этом месте будет нос. Отмеряю середку. И от этой части провожу вверх линию. Это будет лубы. Вот у щеки. Вот эти две щечки. Верхняя лба. И вниз провожу и мы подбородок. Подбородок тоже массивный, достаточно ума два. Поэтому он такой, типа, видно его очень хорошо. Не знаете, как у котята, у кошек. Там еле видно, вообще нижнюю челюсть. У львов наоборот. У него такая массивная челюсть. Классная такая. Довожу ему по морду самую нижнюю челюсть. И сейчас вот этот носик нарисую. Нос он такой под углом немножечко идет. Поэтому если нарисовать его ровно, получится неверно. С одной стороны я сделала немножко выгнутую линию, а со стороны, которая дальше от нас, она немножечко, наоборот, как бы такая более объемная, скажем, как-то более округленная, может быть, или как сказать. Отмеряю центр квадратика. А здесь будет глаз. Опять же, от носа провожу линию. То есть вот эта часть, срезнячок, он должен стремиться к носу. И глаз у него будет закрыт, что меня очень радует. Глаз надо нарисовать. Знаете, я одна из тех людей, которые рисуют там руки за спиной и желательно, конечно, закрытый глаз рисовать. И горбинка носа дорисована, чтобы им было видно. А выше там идет шерсть львицы. Там немножечко закрыта. поткнулся ей в грудину и наслаждается тишиной. Провожу такую линию. Это будет линия центра носа. И довожу ее вверх. Почти до подбородка львицы. Там она разделяется на две части. Это лобные доли. И я так понимаю. Какое слово? Умная, знаю. В смысле. Ну, я вроде так понимаю, что это лобные доли. Они находятся над глазом. Или как-то делятся там две части. Дорисовываю в этом месте... Как оно называется-то? Ну, шерсть, короче. О, гриф, точно. Здесь я обоид лоб львицы и тоже изображу. Хоть у меня и места почти не осталось, что я не подрассчитала. Надо чуть меньше рисовать. Но вы не допустите таких ошибок, да? Не сделайте там. Не будете делать там же. И вот таким образом я дорисовываю. Ну, схематично абсолютно там особо что-нибудь дорисовать. И осталось только дорисовать мелочи какие-то. Это глаз. Его сделать более овальным. Дорисовать ему глийца зрачок. Ну, вот он не сильно видно был. Но главное, блик нарисовать, чтобы он не оказался совсем черным глазом. Ну, дорисовываю ей такую штучку. Здесь вся будет грива льва. Кстати, во второй части покажу, как я дорисовываю гриву. Как я ее буду дорабатывать, скажем. У львицы особо дорабатывать нечего. У нее шерсть там такая достаточно ровная. А вот у льва у него очень красивая грива. А так как я люблю прорисовывать длинные волоски, я, пожалуй, буду дорабатывать именно льва. Лица у нас останется просто заштрихованной. Тут сверху горбинку немножечко нарабатываю, чтобы она была и имела изгибы какие-то. Они просто там ровные, как это. И немножечко видно дальнюю сторону. Там глаз такой чуть-чуть оглядывается. Я его тоже дорисовываю. И надо нарисовать нос. Нос у нее такой типа треугольничком будет. Ну, почти немножечко изогнутые линии. И сверху нос тоже он такой типа неровный, а немножко с изогнутыми линиями. Все это дело постепенно дорабатываю и убираю лишние линии. Именно те линии, которые мне мешают. А те линии, которые остались от прямоугольников и углов, их пока не трогаю. Они пока нормально сидят. Ничего как бы не мешают. А вот эту часть почему не убрала? Хотя могла бы, да, убрать и что там? Понятно же, что у нас нарисовали. Именно хочу, чтобы вы посмотрели, какие я делаю ошибки и что я исправляю. Конечно, наверное, многим будет не интересно. Но я верю, что есть люди, которые именно хотят красиво научиться рисовать и смотрят на чужие ошибки иногда, что они делают. Убираю, значит, эту щеку, которая жирная, получилась у меня изначально. И начинаю дорабатывать ему и ей вот эту часть. Делаю ее более такой круглой, более кругленькой. И вниз ввожу линию и там будет у нее челюсть. Подбородок массивный, не забываю. И дорисовываю ей рот. Как вы видели, у львов у них есть такая черная, как бы, как сказать, типа вставка или что-то такое. Типа слизистая черная. И ее очень часто видно. И когда лев дышит, он немножечко прикрывает рот. И это черное слизи видно. И вот я и хочу тоже нарисовать здесь, чтобы ее было видно. У львовая ее будет не видно, потому что он спитер, вот закрыт. Ну и, собственно, вот. Поэтому ее видно не будет. И в глазу, в глазе, в глазике я делаю точечку такую веренькую, чтобы был блик. И закрашиваю полностью глазочью карандашом графитным. Наверное, на видео не видно, но сам зрачок я прям хорошо закрашиваю. А рядом, ну, не сильно доволен карандаш. И получается, ну, оттенок сиропа. Ухо нила более округлым. И рисую внутри ушную раковину. Ну, что-то по типу ушной раковины. Ухо вниз немножечко. Продолжаю. Чуть ниже глаза делаю. И вот здесь у нее будет черненькое пятнышко за ухом. И есть еще несколько деталей, которые достаточно важны. Это скула, которая тоже видна. Вот здесь возле уха складочка небольшая. Ее тоже видно. Вот этот вот, как сказать, от носа, да, вот эта вот линия, она тоже ее особо не видна. Ее есть только тени как-то отгородить. Да, в принципе, ее вообще не видно. И маленькие детальки еще у льва. Сразу же в это видео вмещу, чтобы вы понимали, где это все дело находится. А то будете смотреть следующее видео, там много деталей будет, которые я там за кадром дорисую. Ну и будет, наверное, неинтересно, наверное. Ну, не знаю, мне бы было неинтересно. Делаю так, как бы мне было комфортно или нет. Вот такие вот кошечки получились. У меня тут кошка поддакивает что-то. Мурлыкает. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте смотреть вторую часть. И, конечно же, пишите в комментариях, кого бы еще хотели увидеть на моем канале. Вдруг какого-то животного у меня нет. И всем спасибо за просмотр, за все, что вы делаете на моем канале. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok